Я хожу тут везде, рот откроет. Ааа, море, ааа, раз, ааа, пальма, ааа, ничего себе, какая красота. Попки хорошие, тут у девочки, конечно. Впереди сейчас идет, я что-то хожу. Я сказал недавно. Как она ей? Тудри сюда, тудри сюда. Не подписывай. Ах. Прямо аж заводит. Отправляюсь я в свой любимый город Воронеж. Но в Сочи я не хочу уезжать. Ни в коем случае, блин. Я вам сейчас покажу, тут такая красота. Блин, тут все радует глаз. Вокзал. Эти пальмы. Я тут нахожусь как на юге. Но я, правда, и нахожусь на юге. Вот я решил уехать отсюда, потому что у меня нету ни денег сейчас на обратную дорогу. Вообще. Мне единственное, что сейчас помогает, это бла-блака. Я тут уже начал ориентироваться потихонечку. Так что, ну, свое впечатление, да. Сейчас у меня четвертый день моего отпуска, так называемого. Что я могу сказать про этот четвертый день? Ну, отпуск я прошел, провел нормально. У меня очень много впечатлений. Также у меня есть теперь шанс вернуться домой. Понравились хостелы, да, в которых я жил. Люди довольно-таки все такие приветственные, добрые. Ну, особенно девушки, конечно. И очень симпатичные, я вообще удивляюсь, как такие симпатичные девушки ездят куда-либо отдыхать, да, таким образом. Кто-то на работу, конечно, приехал устраиваться. Кто-то отдыхать, как я. Кто-то еще зачем-то. Ну, очень много людей. Хостел, это как перевалочная база, да, посидел там дня два-три, нашел работу, ушел и так далее. Стоит, я снял, ну, вообще, даром практически, 250 рублей за ночь. Я считаю, это, ну, блин, на юге это вообще даром. А также сейчас вот эти пальмы, блин, море, пляж. Мне тут все понравилось. Конечно, отдыхать я бы в Сочи, например, не приехал все-таки. Не знаю почему, но именно в такую погоду, да, как я сейчас приехал, Сочи радует. Тут очень много интересных вещей. Дома такие все южные, красивые довольно-таки. Ну, очень все понравилось. Интересно. Я, знаете, единственное, я понял, что город Сочи на машине лучше не ездить вообще, потому что ты ее нигде не поставишь никогда в жизни. Тут нигде нельзя парковаться. Вообще, мест таких, чтобы парковочных было, их нету просто. Их не существует здесь. Одни таксисты, маршрут, все. Про машину можно сразу забыть. Приехал, поставил ее где-нибудь во дворе, чтобы знал то, что ее не уберут. Ну и все, в общем-то. И забыл про нее, как говорится, до конца отпуска. Вызываешь такси, тебе обойдется намного дешевле. Эвакуация мне обошлась в 3,5 рубля. Очень рад, на самом деле, блин. Главное, чтобы сейчас все удалось у меня с этим Блаблакаром. Я надеюсь на это. Жду то, что люди поедут. Я уже совсем не созвонился, все согласны ехать. Тут вообще проблем нету с этим. Но опять же, мало кто едет до Воронежа. Все едут до Ростова. И все. До Воронежа никого особо я не нашел, именно чтобы прям посадить и ехать напрямки. Мне там надо будет заехать, в ущелье, еще куда-то. Короче, очень много. Очень много, блин. Где пальмочки-то мои красивые? Я столько пальм не видел в своей жизни никогда. Если ты тоже не видел, приезжай сюда. Тут в каждом дворе они растут. На каждом углу. Так, главное, чтобы у меня все получилось. Ну ладно, что-то я как-то... Единственное, ну что я не доехал до Абхазии, не доехал. Тут осталось, блин. 67 километров. У меня денег просто вообще нету. Все в обрез. Потом на Красную Поляну не доехал. Но я думаю, это можно уладить в следующий раз. Я все-таки поеду в Абхазию летом, по-любому. И именно немножко другим уже маршрутом. Так что заеду в Краснодар, город-курорт. Потом, может быть, на Азовское море попаду. Что у нас еще по планам будет такое великое поснимать? Азовское море. Черное море. Абхазия. Ну и все. Там в Абхазии покатаюсь, посмотрю, что там. Ну, здесь. Я и так рад, что я здесь нахожусь. Не побывал на таких прям достопримечательностях, да? Кроме Олимпийского парка. Ну, я рассказал именно свои впечатления. Что мне понравилось. Я даже, блин, один раз заплакал, когда увидел горы. Я не знаю. Если попадет это в монтаж, я вам покажу. Но я реально расчувствовался. Никогда чувства не проявлял, а тут на тебе. И такие чувства на меня наклынули. Не знаю. Город Сочи-то мой город, ваш город. Он общий. Так что всем советую ехать сюда. Особенно, если ты один отдыхаешь, да? Можно в хостеле поселиться. Вообще отличное место для отдыха молодого человека или молодой девушки, да? Можешь также потом начать встречаться, общаться. Ну, все такое. Если вам понравилось мое видео, то, чем я тут занимался, да? Как я рассказывал, что я делал в этот момент. Просто ставьте лайки. Я буду очень рад. Не забывайте подписываться. Может, там, денежки какие-нибудь скинуть, накидеть кошелек. Я буду очень рад, потому что я остался без денег. Ну, я вас к этому не принуждаю. Это ваше желание, как говорится, да? У меня все написано в описании. И не забывайте, что я вас попросил. Если вам не сложно, я оставлю ссылочку внизу. Там будет написано страница моей девушки, да? Бывшей. Зайдите, напишите просто привет, а тебе, дяде Митя. Чем больше таких приветов, тем лучше. Я буду вам очень рад, на самом деле. Здесь очень жарко. Вы себе не представляете. Блин, я не знаю, градусов 15, наверное. Ну, я просто иду. Я вот с зимней куртки, да? Надо было все-таки осеннюю брать. Я еще с собой свитер взял. Прикиньте, для чего, спрашивается. Для чего я его взял? Я даже и не знаю. Так что, если что, не забывайте там. То, что вы едете на юг. Все-таки надо брать осенние вещи. Даже вот я в зимних ботинках еду, блин. Мог бы в кроссовках. У себя дома главное в кроссовках зимой хожу, да? Минус 10. А тут я взял специально зимнюю обувь. Что тут еще мне очень сильно понравилось? Это везде зелень. Зелень, зелень везде. Ну, просто, блин. Вот реально, как будто сейчас весна. Где-то конец апреля, наверное, у нас, да, получается. Ну, я просто в шоке. Просто, я не знаю. Я не ожидал. Я сейчас думаю, приеду, но там будет 0 градусов, как бы, да? Я не думал, что я тут буду ходить и от жары умирать. Блин, курортный город. Есть курортный город. Что мне еще поразило? Тут пальмы есть всякие разные, да? В виде какой-то картошки непонятной. Не знаю, видите, не видите. Длинные есть какие-то еще короткие. Короче, ну, тут всякие есть, в общем-то. Знаете, еще что я узнал, кстати, в последний день. Мне тут девушка сказала, что, блин, у нас город Сочи не украшен. Потому что, потому, так как в Черное море упал самолет. И тут был траур, и не стали особо украшать. Поэтому я, как бы, немножко разочаровался в этом. Ну, теперь понимаю, что это была вынужденная мера. Это не просто так там решили не украшать. Ну, на самом деле, тут, говорят, очень красиво тоже зимой бывает. Новый год, вот пальмочки, пальмочки, пальмочки. Я обожаю эти пальмы. Так что, я не представляю, вот люди, наверное, привыкли к ним. Ходят, как бы, а, что, веники, да есть веники. Ну, мне очень нравятся парки. Парки тут вообще шикарные. Я тут на машине просто катался, я пожалел. Хотел много, чтобы увидеть. Был бы без машины, я бы, конечно, поснимал еще больше видео. И в итоге у меня был бы там не 15-20 минут ролик, да, или там сколько у меня получится, 10 минут. А получилось бы на час, на два бы замучились меня слушать о том, о чем, что я тут разговариваю. Люди ездят куда-то в Казань зачем-то. Вот куда надо ехать. Тысячу километров от города, и ты попадаешь в истинный рай. Тут я еще видео покажу, как малый один, лет 8, наверное, пацаненка, он залазил в Черное море. Ну, правда, не решился, конечно, искупаться. Ну, для меня это был шок. Я не стал залазить все-таки. Я как-то не такой резкий. Так, сейчас я перехожу в пешеходник, потом пообщаемся. Единственное, ветер, конечно, дует. Вчера пошли гулять. Знакомый девушкой, да, познакомился. Пошли гулять вечером. Не дома же сидеть в этом хостеле, да. Пошли гулять. Выходим на улицу. Там дождь поливает, как из ведра. Я думаю, блин, ну куда мы идем гулять? Зачем это вообще надо? Ну, мы прошли буквально, не знаю, 5 метров, и дождь прекратился, и стало так тепло. Блин, вы себе не представляете. А вот на этих пальмах, наверное, кокосы растут. Хотя я ошибаюсь, наверное. Круто, да? Сочи-то более курортный город, да. Работа связана только с курортом. Я тут пообщался, кто тут хорошо зарабатывает. Риэлторы. Так же, как и везде. Риэлторы, они будут хорошо зарабатывать. В какой-то миф ходят, что один человек заработал полтора миллиона. Прикиньте, приехал в Сочи за сколько? За полугода. Вот так вот. Я думаю, что у меня видео получится хорошее, доброе, позитивное. Как мог, так все снял, как говорится, да. Такие у меня были чувства, такие я и снимал. И вот вы знаете, вот это небо голубое, вот это вот солнце, да. У тебя просто сразу такой настрой. То я ходил как по нижней, я не знаю. У меня настроения не было никакого. Я ходил по нижней. Я на работе ходил как тряпка какая-то в последнее время. Может, мне не хватало вот этого тепла, что ли. Когда ты идешь и просто можешь идти, а не путаться от мороза, да. Заходить, у тебя руки там замерзли, еще что-то. Здесь классно. По внутренним ощущениям реально такое чувство. Вот-вот, сейчас конец апреля. Природа просыпается. Все так как-то по-новому. Весна. Я не буду загадывать, когда я с тобой буду. Ну, надеюсь, что я сюда еще точно приеду. Надо что-нибудь кинуть тут оставить. Что-нибудь интересное, ради чего можно приехать. Паспорт, водительское удостоверение. Что люди оставляют. Постараюсь сюда еще приехать, побыть, порадоваться. Я был когда в Орле, да, я оставил там носки. И потом я там опять был. На самом деле, эта примета очень сильно работает. Я думаю, может, здесь тоже оставить свои носки, чтобы, ну, наверняка точно, чтобы сюда приехать. Я, наверное, так и сделаю. Я не тут везде. На каждом углу, в каждом дворе, везде пальмы. Зеленые кусты, зеленые пальмы. Тут такое чувство, что зимы реально не бывает. Тут какая-то есть непонятная осень, весна. И, наверное, жаркое лето. Все. Вот такие вот чудеса тут творятся. Скоро я буду отправляться уже домой, наконец-то. Четвертый день моего отпуска, конечно, задался. Особо, конечно, не очень, не очень задался. У меня уже вчера день. Ну, я не терял вдохновение. Пытался что-то придумать новое. И, главное, я не потерял настроение, с которым я это все делаю. Так, меня зовут дядь Митя. И я еще вам... Так, мы еще с вами пообщаемся. Я приеду в Воронеж. Это будет примерно 7 утра. Я так посмотрел. Ну, может, плюс-минус там 10 утра. По дороге я навряд ли буду что-то снимать. Потому что будет ночь. Я приеду домой. И обязательно выложу, конечно же, обязательно сниму. Так, приветствие, как бы говорится, да? И вы узнаете, приехал я домой или нет. И как я приехал. Это все будет у меня в блоге моем. Так, меня зовут дядь Митя. Ставьте лайки. Я вас люблю всех. Целую, обожаю. Не забывайте на меня подписаться. Меня зовут опять дядь Митя. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok